Так, и вот здесь вот так заворачиваем. Так, ну что, по-моему, готово. Рискнем? Ну что же, да, уважаемые друзья, сейчас состоится запуск самого большого в мире бумажного самолетика. Надеюсь, он побьет все рекорды дальностей. Итак, свет, камеры готовы, поехали. Ну, неплохо, неплохо. Для первого раза, я думаю, нормально. Не расстраивайся, в следующий раз еще попробуем. Доброго утра, губерния! С вами в студии знатный самолетостроитель Александр Кондратьев. И стюардесса по имени Витам. Вот ты смеешься, а я, между прочим, с самого детства хотел стать пилотом. Все-таки так здорово летать по бескрайне воздушным пространствам, парить в облаках. Ух! Да, ну, значит, можно и тебя сегодня с праздником поздравить. Сегодня день дальней авиации, отмечают в России. Я вот немножечко побаиваюсь самолетов, честно говоря. У-у-у, да у вас аэрофобия. Ну, да. Да, нужно ее лечить. Не переживай. Самое главное – это знать тот факт, что самолет – это самый безопасный транспорт, понимаешь? И так что свои страшные картинки в голове лучше не строй, подключай логику и здравый смысл. Ну, а как же двигатели? Они так иногда шумят странно. Ну, конечно, звук двигателя может меняться во время полета, и это совершенно нормально. Так что не обращай внимания, лучше закажи еще чашечку кофе и включи фильм. А лучше всего вообще скачай приложение «Летаем без страха» на телефон. Там подробно рассказывается, как легко перенести полет, и вообще о безопасности, каким образом она обеспечивается в гражданской авиации. Между прочим, в отличие от других стран, сотрудники наших авиакомпаний перестраховываются, и даже предполетный медосмотр проходит каждый пилот. Ну, отлично. Захотелось мне тут же куда-нибудь улететь в тропики, где тепло, а то у нас морозно как-то. Да ладно, не так уж нас и холодно. Передаем слово синоптикам. По сведениям синоптиков, 23 декабря в регионе сохранится облачная и снежная погода. Ночью 4-6 мороза, днем минус 2 градуса. На севере-западе региона 3 градуса ниже 0, на востоке и юге минус 2. Ночью в Самаре облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На термометрах от 1 до 6 мороза, местами гололедица. Днем в областной столице Тольятти облачно минус 1-6 градусов. Небольшой умеренный снег, слабая метель, местами гололедица. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Отличная новость. 19 января официально, торжественно откроется новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Курумыч». Ему уже есть чем похвастаться. К примеру, пропускная способность составит 1420 пассажиров в час и более 3,5 миллионов пассажиров в год. Зарегистрироваться на рейс можно будет аж на 24 стойках, а попасть в самолет через современные телетрафы. Скоро наши полеты станут более комфортными. Следующая наша авиационная гордость – это ежегодное шоу на аэродроме в Бобровке. Каждое лето жители Самарской губернии могут наблюдать за самолетами Як-52, которые выполняют фигуры высшего пилотажа. Также в небе парят дельтапланы и парашютисты. Все желающие могут совершить воздушные прогулки на самолетах и получить, конечно, незабываемые ощущения. В общем, с нецерпением ждем следующего лета и, конечно же, все на аэродроме в Бобровке. В последнее время очень популярное хобби в губернии – съемка с квадрокоптера. Это такой беспилотный вертолетик со встроенной камерой, с помощью которого можно наблюдать и наслаждаться шикарными видами. В интернете гуляет много роликов с видом Тольятти и Самары с высоты птичьего полета. Серьезно развит в губернии авиамодельный спорт. Наши ребята из Самарского областного аэроклуба в этом году заняли первое место на этапе Кубка России и первое место на Кубке мира. Очень увлекательный вид спорта, надо сказать. Так что записывайтесь на курсы и становитесь пилотами. А вот где можно стать настоящим пилотом, так это в Сызранском летном училище. Совсем недавно там прошел день открытых дверей, поток абитуриентов ну просто зашкаливал. В свое время это высшее учебное заведение являлось ведущим вузом российским в сфере подготовки летчиков для вертолетов военной авиации. А в стенах училища проходили подготовку иностранные военные специалисты. Да, поступить-то сюда не так уж и просто. Важно, хорошие результаты имеются не только по ЕГЭ, но и в хорошей физической форме находиться. Так что хотите становиться пилотами, занимайтесь зарядкой по утрам. Наши воздушные простые движения прямо сейчас. Всем доброе утро! На сегодняшней зарядке мы сделаем акцент на растяжку. Для этого нам понадобится коврик. Опускаемся с вами вниз, садимся в удобное положение. Можно согнуть ноги в коленях, перекрестить их. Делаем глубокий вдох, раскрываемся. Грудную клетку вытягиваем вперед. На выдохе закрываемся, уводим лопатки далеко друг от дружки. На вдохе потянуться вперед, на выдохе закрыться. Еще два раза. Вдох, выдох. Последний. Вдох и выдох. Отлично. Переводим прямую ногу вперед и на выдохе тянемся вниз. Уводим ладони дальше вперед, округляем слегка спину. Поднимаемся наверх, вытягиваем спину, беремся за носочек, грудную клетку вытягиваем вперед. Хорошо. Возвращаемся наверх. Левую ногу переводим скрестно и закрываемся. Внешняя поверхность бедра. Поменяем левую пятку к ягодице, колено чуть дальше назад. Подкручиваем таз вперед. Хорошо. Прямая нога идет вперед. За ладонями уходим вниз, округляем спину, локти тянутся в пол. Приподнимаемся, вытягиваем спину, собираем лопатки и переводим стопу на себя. Хорошо. Возвращаемся. И правая нога идет скрестно, закрыться. Хорошо. Возвращаемся в центр, в комфортное положение. Делаем вдох и выдох. Еще раз. Глубокий вдох и выдох. Я желаю вам отличного настроения и до новых встреч. Пока! Самый большой плюс работы пилота – это, конечно, постоянные путешествия. Мне кажется, у них на холодильниках даже места для магнитиков уже не осталось. Ну и за 24 часа можно побывать в самых разных уголках мира и полюбоваться прекрасными пейзажами. Ну ладно, Виталь, будешь моим штурманом. Садись в кабину, мы начинаем наше путешествие по самым красивым местам планеты. Итак, и первое местечко, которое мы прилетаем – о ледниковое озеро Йокульсарлан. Это, да, необычный водоем в Исландии, где на расстоянии вытянутой руки можно рассматривать ледники, в которых отражается небо. Ох, здорово. А вот это вот островочек Саккорта. Его инопланетные пейзажи уникальны. Несмотря на горячий и сухой климат, здесь растет множество удивительных красивых растений, многим из которых целых 20 миллионов лет. Вот, например, драконовые и огуречные деревья. Слышал ли ты о таких? Их больше нигде нет. И вот мы уже мчимся над плато Путорана в Красноярском крае. Это бескрайняя базальтовая плоскогорья. Концентрация водопадов здесь выше, чем где-либо в России. Мне кажется, тут и посадочку, собственно, можно спокойно произвести. Так, никаких посадок. Летим дальше. Следующее удивительное место – это каменный лес Шилинь в Китае. Он известен как первое чудо света. Такое чувство, что скалы растут прямо из земли, а многие из них похожи на окаменелые деревья. А вот одно из самых крупных гейзерных полей в Евразии. Находится оно на Камчатке и включает в себя различные горячие источники, грязевые котлы, термальные площадки, водопады и озера. Просто жаль, что попасть в эту долину проблематично. Все-таки зона заповедная, но можно организовать экскурсию с помощью вертолетиков. Экскурсию по самым интересным историческим фактам организует для нас календарь губернии. Идем на посадку. Сегодня 23 декабря. 23 декабря 1938 года куйбышевские газеты сообщили об интересной находке. В областном историческом архиве обнаружили уникальный документ – указ о починке и укреплении Самарской крепости. Документ 1742 года описывал ее состояние на основании донесения местной воеводской канцелярии. Дословно это выглядело так. В Самаре годных к стрельбе только шесть чугунных пушек, но и под теми колеса погнили и поломались. И пушечного пороху самое малое число, от чего имеется великая опасность. Дабы за недостатком всего оного неприятель нападением в своем городу Самаре не учинил зла и разорения, послано восемь пушек со всеми к ним припасами и артиллерийскими служителями. Сегодня поздравления с днем рождения принимают Светлана, найденного руководителя департамента семьи, опеки и попечительства администрации Самары, и Регина Воробьева, председатель Самарского союза молодежи, член общественной палаты Самарской области. А еще 23 декабря родились американский джазовый музыкант Чет Бейкер, российский император из династии Романовых Александр I, русский художник Карл Брюлов, известный режиссер, театральный деятель, педагог и драматург Владимир Немирович Данченко, популярные актеры театра и кино Наталья Фатеева и Лев Дуров, бард Юли Ким, итальянский кинорежиссер Дина Ризи и многие другие знаменитости. Именинников сегодня тоже много. День Ангела отмечают Александр с Александрой, Алексея, Анатолия, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна и Яков. Сегодня день Мины. Великомучник по имени Мина на Руси почитался как целитель, помогающий избавиться от глазных недугов. Наши предки верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду от лжи. Такое поверье связано также с тем, что день начинает пребывать. Пока еще незаметно, но уже верно. Со святовой Мины тьма нас мимо, говорили на Руси. Девушки в этот день садились ткать или прясть, поскольку от снега света в горнице было больше и работа спорилась. Удачи вам в делах. До свидания. Уважаемые друзья, вступайте в группу «Утро. Губерния ВКонтакте» и оставляйте на ее стене яркие фотографии и видео. Мы их обязательно посмотрим в нашем эфире. В рубрике «Яркие кадры» уже сегодня смотрим сборную соляночку фотографий, которые жители губернии сделали буквально на ближайших выходных. Картинка непростая, снята на пленку фотоаппарата. Да, многие уже сегодня не помнят, какие волшебные ощущения испытываешь, когда получаешь пленку из проявки. А вот эти люди помнят. Ух! Сюжет Марин Барковой тоже о необычном фотографии. Одной рукой она щелкает фотоаппаратом, а другой крутит руль автобуса. Вот такое мастерство. Ждем подробностей. Так, все зашли. Уважаемые пассажиры, заходя в салон 52-го маршрута муниципального транспорта, будьте предельно улыбчивы. Скорее всего, вас снимает скрытая фотокамера. А за рулем не просто водитель категории «Д», а признанный мастер репортажа, призер и лауреат международных и всероссийских фотоконкурсов. Как говорится, спортменка, комсомолка, красавица. Да? Сложилось так, что свою очередную художественную идею Светлана Глушко воплощает именно за рулем. В данный период жизни для нее фотографировать и двигаться по городскому маршруту – это самое главное. Ловлю солнышко, линии пятна, пассажиров щелкаю. Пассажиры спрашивают кондуктора, что у вас там водитель фотографирует. Я говорю, скажи им, что метафизику, линии пятна. Она приходит и говорит, и они молчат. Потому что думают, что поняли. Самарское автотранспортное предприятие номер 4. Рейсовый автобус ежедневно выруливает на кольцо. За баранкой водитель третьего класса Светлана Глушко. Пазы, лиазы и мазы под чутким управлением миниатюрной блондинки маневрируют по узким городским улочкам вот уже 10 лет. На автобусе легче. Ты большая, тебя боятся. Светлана не без гордости признается, за все время ни одного ДТП. Спасает женской интуиции. Я безаварийная, меня Бог бережет. Я, бывает, песенку пою. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. До того, как взяться за баранку автобуса, Светлана Глушко работала в такси. 11 лет ей вполне хватило, чтобы стать асом экстремального вождения и понять, что бешеные скорости и кураж ей уже не интересны. Через три месяца после покупки своего первого фотоаппарата устроила выставку в Архангельске. И не прогадала. Самоучку буквально сразу признали и приняли за свою Всероссийские фотосообщества профессионалов. Стали заказы поступать. Филармония, портреты отсняла артистов. 120 тысяч заработала за 38 фотографий. Отсняла. В депутаты отправила одного человека. Сначала была идея сделать серию фоторабот из окна автобуса. А вслед за идеей – курс обучения и водительское удостоверение категории «Д». В архиве Светланы отснятые на маршрутах Архангельск, Ялта и Северодвинск. Самарские фотографы пригласили Свету к себе. И вот уже как три месяца фото автоледи колесит по нашим дорогам. Вот хочу 37-й маршрут. Давали мне всего его два раза. А я хочу там уже старый город. Там пешеходы близко, люди идут. Очень интересные лица бывают. Я же, бывает, на ходу даже снимаю. Открываю эту переднюю дверь. Идет Хундай какой-нибудь или автобус. Я вот так беру и беру улыбайки. Водитель автобуса признается – маршрут коротковат. Все дорожные красоты города увидеть не позволяет. Светлана Глушко уже мечтает о межгородских рейсах. Но пока не доделана самарская версия. Наматывает круг за кругом от автостанции «Аврора» до железнодорожного вокзала. А еще планирует отчитаться перед горожанами выставкой. Самара глазами водителя. И отправится путешествовать дальше. В планах у фотохудожника объехать всю Россию. Марина Баркова, Олег Айдаров. Программа «Утро губернии». Так, песни про пилотов говоришь. Потому, потому что мы пилоты. Небо наш, небо наш родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты. Эх, ну да, да, достал. Вот прям с языка сняла. Хотел тоже ее пропеть. Ну ладно, все, достаю. Джокер. Под крылом самолета куда-то летит. О чем-то поет. Зеленое море тайги, вот. Ну вот, ладно. В этой песенной рубрике ты у нас выиграл. Тебе в награду наше непобедимое грушинское утро. А я летаю, жаль, не белой птицей, Парящей вольно в синих небесах. Высоким взлетом поздно мне учиться. У летных школ другие адреса. Поток воздушный удержу ногами. В руках пластичность и изгиб крыла. Народ внизу, грязь смесит сапогами. А я лечу, а я лечу от сквера до угла. Земли кричит, завидуя мне кто-то. А я все набираю высоту. Рачительно использую я квоты На чистый воздух и на красоту. Не рвусь я по сети за речкой талии, Не обгоняю мошек и стрижей. Пусть не дадутся подвиг мне медали. Парю, парю в пределах пятых этажей. Встречаем в студии нашего коллегу Александра Майорова, автора и ведущего программ «Поисковый отряд» и товарищ солдат на телеканале «Губерния». Доброе утро. Доброе. Саша, мы знаем, что тебе приходилось в рамках своих программах летать на самолетах дальней авиации, поэтому поздравляем тебя тоже с праздником. Рассказывай, куда летали? Буквально месяца два назад снимали передачу про службу на аркетоносцах Ту-95 с «Энгельса» сначала летали по кругу вокруг Саратовской области. Не сильно высоко, да, вот мы видим взлет непосредственно этой машины. У нее очень большой эщипаж, пять человек. На самом деле ощущение, как в автобусе, то есть там тихий ровный гул, хочется спать постоянно, то есть тепло, это самое, да. То есть там на отдельном сидении сидел, на кресле штурмана инструктора. То есть за штурманом не приходилось сидеть? Нет, за штурманом не приходилось. Не захотелось? Или была вообще такая возможность? Ночью, когда мы приземлились, пересели на другой борт и полетели на 6 тысяч метров до Рязани, навстречу взлетел танкер, и мы заправлялись ночью. Дальше наверняка кадры, если бы их взяли ночные, до заправки, то есть это гораздо интереснее. Заправка в воздухе? Заправка в воздухе, да. Чего себе, а как это вообще происходит? Ну, визуально, если не удаваться в технические подробности, как вот глазами любителей изнутри самолета, то есть сначала пилоты долго ведут переговоры, то есть они друг друга ловят по радиоэфиру, потом встречаются определенные точки, и ты видишь, как издалека такая появляется маленькая точка, горящая приближается, приближается, и танкер, как елка новогодняя, походит, весь в огнях, выпускает шланг, и, собственно, вот бомбардировщик выходит ему в келеватор и старается в конус, который в конце шланга, попасть шлангой. То есть пристыковывается, и вот две махины, которые каждая по 200 тонн, если не больше, они идут на расстоянии 30 метров друг от друга, и надо держать определенную скорость. То есть два самолета, да, огромные, ни ближе, ни дальше. Почему решили посвятить этой теме программу? Ту-95 конкретно? Ну да, в принципе, про полеты самолетом. Ну у нас передача вот с мая месяца выходит «Товарищ солдат про службу в армии». Я очень удивился, когда узнал, что из Генштаба Минобороны из Москвы сказали, что мы единственное региональное телевидение, которое в России делает передачу про армию. То есть все остальные передачи, там, смотр, военная программа, то есть это все дело федерала. То есть это дело затратно административно, потому что приходится постоянно находиться в взаимодействии с Генштабом, в взаимодействии с гарнизонами, то есть там бумажные волокиты не передать. И, соответственно, затратно материально, потому что приходится... Вот мы в этом году были на Северном Ледовитом океане, снимали подводные лодки. Мы в этом году, вот, собственно, сейчас отработали на бомбардировщиках. И сейчас ждем, пока подшипная лодка «Самара» выйдет с ремонта, чтобы улететь на Камчатку. Ничего себе! Вообще солидный повод для гордости, конечно. Ну да, как ты готовишься к путешествию на Камчатку? Практически готовиться. Пять раз в день ем, посыпаем. Я там был... Вот это вот кадры с Камчатки непосредственно. То есть в 2012 году... Как-то вот рассказываю историю, звучит, конечно, как-то самые такие байки за чашкой чая. Вечером, зная, что есть такая лодка «Самара» под шефное правительство области, то есть крепкие связи связывают лодку, которая находится от нас за 9-10 тысяч километров, и нас здесь. То есть было март, конец марта, начало апреля. Сидел вечером на работе, часов 8, и думаю, дай позвоню, вот, открыл Минобороны сайт. Военно-морской флот. Открываю. Тихий океан. Там Мартов Роман Геннадьевич. Думаю, дай наберу. Набираю, а там берут трубку. Но само по себе это уже, если где-то взяли трубку, это можно там ставить галочку, плясать. И зашел разговор у нас, он занял минуты две. Что хотите, вы кто? А, это подшественная единица, все. И через минут 5 я руководствую, несу запрос, вернее, не запрос, а приглашение, подписанное контр-адмиралом, командующим подводных сил флота. Говорю, Юрий Николаевич, нас приглашают снимать подводную лодку. Он такой, контр-адмирал, солидно, езжайте. Да, безучек ты, безучек, конечно. Да, вообще сложно стать пилотом, Саш. Как ты думаешь, каким качеством? Я не знаю, я не пилот. Но ты сейчас общаешься с ними постоянно. Ты общаешься с ними постоянно? С летчиками общался, но конкретно военные училища я не снимал. Поэтому врать не буду, не владею информацией. На первый взгляд, смелые ребята? На первый взгляд, как рассказывают летчики, в зависимости от рода самолетов, от вида, они разные. То есть истребители, они взрывные такие резкие парни, а бомбардировщики, они такие вот степенные, такие здоровые, спокойные мужики. То есть, как это самое, мы аккуратно взлетим и уничтожим всех артным оружием. Вот мы сейчас видим взлет ракетного Ту-160, несмотря на то, что их не так много, у нашей страны всего, по-моему, 13 или 16 самолетов. Вот. С увеличением дальности пуска ракет с 3000 километров до 8000 километров, вот, как в холодную войну, им не нужно, если что, лететь к границе. Технический прогресс достиг своего пика. Технический прогресс, весьма. Ну, понятно. Учтим. Ох, ну что, будем... Ну что, да, захотелось прямо сейчас подняться высоко-высоко и помахать всем оттуда ручкой. Нужно передать привет обязательно героям программы, все-таки у них сегодня праздник. Ну, а мы двигаемся дальше, ребят, дальше по курсу у нас новости губернии. Здравствуйте, в эфире новости губернии. В студии Олег Зверев с обзором основных событий к этому часу. Общественная палата региона возьмет на себя часть обязанностей по исполнению наказов губернатора. Сегодня представители палаты обсудили послание Николая Ивановича Меркушкина, отметили, что раз критики подверглись министерству и ведомству, то со своей стороны общественники возьмут эту проблему на контроль и будут разбирать причины и последствия недоработок. Когда речь идет о недоработках, то ощущают это люди, а мы, в общем, представляем собой институт гражданского общества, основной, можно сказать, на территории области. Конечно, я ощущаю ответственность. Видеть ясно, что после таких заявлений серьезных министерства будут корректировать свою деятельность. Мы примем в этом участие через общественный совет. Все службы для охраны порядка и ради безопасности переходят на особый режим работы. С 25 декабря и до конца новогодних праздников больше 3,5 тысячи сотрудников полиции будут следить за порядком в местах проведения массовых мероприятий. Это касается уличных праздников, а также школьных. Управление МЧС тоже переходит на особый режим из-за часто возникающих в это время пожаров. Самарская область полностью готова к торжествам. К такому заключению пришли в ходе расширенного заседания антитеррористической комиссии оперативного штаба во главе с губернатором. Николай Иванович Меркушкин отметил, необходимо быть готовыми к любым нештатным ситуациям, особенно во время проведения новогодних ярмарок. В Самаре их будет 5, и еще одна в Тольятти. Ярмарки в таком виде проводятся в первый раз. Есть определенные трудности. Ну и по площадкам, и сколько людей. Мы спрогнозировать сейчас не сможем, сколько людей идет на ярмарки. Как оно будет в итоге организовано. Тем не менее, конечно, надо будет. Постоянно пробу на брульце держать. Помогать полицейским в празднике будут и народные дружинники. Сейчас в регионе действует 90 добровольных формирований. В 2014 году совместно с правоохранителями они провели более 4,5 тысяч рейдов. Об их деятельности говорили за круглым столом в губернской думе. В Самарской области принят закон об участии граждан в охране общественного порядка. Отряды пополняют студенты, заводские работники, представители казачества. Согласно новому федеральному закону, народные дружины подлежат включению в региональный реестр. И эта работа в области уже началась. Правда, как отметили участники круглого стола, не все муниципальные районы спешат принять участие в регистрации. А между тем, местные власти могут рассчитывать на субсидии в части содержания таких отрядов. Областная благотворительная елка собрала вокруг себя больше двух тысяч детей из разных городов и районов области. В цирке прошло праздничное представление. Малыши в новогодних костюмах пели песни и водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой. К ним в гости заглянули и наши корреспонденты. Капитан, свистать на версии, по местам отдать швартовый. Зрители попадают на палубу корабля и отправляются в путешествие. Дед Мороз определяет курс, матросы сражаются с пиратами. Сейчас достаточно актуальные темы, все мечтают путешествовать. И это вообще очень здорово оказаться в таком цирке. Это прям отличный подарок перед Новым годом. Прям настроение еще на месяц вперед. Артисты предлагают специальный цирковой Новый год. В праздничной программе, как всегда, много животных и воздушные гимнасты. Меня очень сильно впечатлило. Воздушные гимнасты, очень захватывающие их трюки. Поэтому сидишь, просто не представляешь, как они это делают. Кажется, что они сейчас под воду падут, но слабого страховка есть. Животные, пудели, конечно, это просто шикарно. Они такие милые. На представление пригласили больше двух тысяч детей со всей области. Это те, кто отличился в учебе. И те, кто, несмотря на юный возраст, уже столкнулся с недетскими проблемами. Они получили сладкие подарки от губернатора. Эта елка, конечно, это в первую очередь для детей, для их праздников, чтобы у них было праздничное настроение, чтобы они понимали, что впереди Новый год, что чудеса случаются, что они будут, что их желания будут исполняться, чтобы у них было праздничное и радостное настроение. И это не последняя благотворительная елка. Взявшись за руки, пройтись в хороводе вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети смогут 24 декабря в Самарской филармонии. Татьяна Будова и Егор Майоров, Новости губерния. И пока это все новости. До свидания. Доброе утро, губерния. В студии по-прежнему у Виталия Пушникова. И Александр Кондратьев. В самых древних времен люди пытались взлететь, чтобы быть поближе к звездам. Чего только не придумывали. Достаточно вспомнить эксперименты Леонардо да Винчи или печальный миф о крыльях Икара. Ну а в прошлом веке братья Райт создали самолет, хотя летательные эксперименты продолжаются и по сей день. Вот, к примеру, новинка современности Джет Аватер. Его в равной степени можно назвать и летательным аппаратом, и плавательным. Чудо техники поднимается в воздух, отбрасывая вниз водяную струю по шлангу. Это абсолютно безопасный аттракцион, который позволяет человеку почувствовать себя дельфином и парить над водой. А вот гигантское воздушное судно, которое очень напоминает Кита. Оно так и называется – Аэробус Белуха. Это один из самых больших существующих самолетов. Таких в мире всего пять штук, и все они были созданы с единственной целью – перевозить части самолетов. А это первый в мире самолет, использующий исключительно солнечную энергию. Солярис Импульс разработан швейцарскими изобретателями и пилотами. Ты только представь, чтобы питать электроэнергией моторы, самолет использует 11 тысяч. Солнечных батарей и элементов. А вот изобретение для настоящих мужчин – мускулолед. Это летательный аппарат, приводимый в движение силой человеческих рук и ног. Они могут быть в виде самолетов, вертолетов и даже махолетов. Это когда аппараты машут крыльями, как птицы. Конструкция мускулолета – прочный и тяжелый карбоновый скелет, а все остальное создается по принципу – чем дешевле и легче, тем лучше. Да, странно, что его изобрели канадцы, а не русские. Ведь в Москве проходит фестиваль сумасшедших летательных агрегатов. Там каждый год проходят соревнования по запуску самодельных изобретений. Конкурс, конечно, шуточный. Команда пилота должна максимально разогнать сооружение, чтобы оно как можно дальше пролетело над водой. Самое главное в воздушных баталиях – остроумие и изобретательность. Да, с этим участников проблем явно нет. Достаточно посмотреть на вот эти примеры. Летающие хот-доги, дома на колесах, парящие танки и даже доисторические птеродактили. Кроме Москвы в этом конкурсе принимают участие многие различные города мира. Ну а самый большой рекорд по длительности полета – это 78 метров. Да, чего только люди не придумают, можно только восхищаться. Вот и Татьяна Пецина нашла повод для восхищения, конечно же, на выставке. Смотрим ее сюжет. Иногда один день, проведенный в путешествии, дает больше, чем 10 лет жизни дома. Из каждой своей командировки, а иначе говоря, пленера, Андрей Мишагин возвращается с двумя, а то и тремя десятками готовых работ в этюднике. На этих картинах – уютные скверики, скромные сельские подворья и степные просторы, Суздаля, Леса, Костромы, Саратова и Хвалынска. За свою творческую карьеру художник запечатлел чуть ли не всю Россию. Красочные пейзажи родных мест – визитная карточка самарского мастера кисти. Я люблю работать на природе. Мы все время, по названию костюм, вдохновляемся красотой. Природа вечно меняется. Это самый главный мой учитель. И все работы, в основном, с натуры написаны. Ну, иногда привожу в мастерскую, домой доработаю, там два-три мазка. Авторский почерк Мишагина – широкий масляный мазок. Ярко-алый маковый бутон выглянул из зеленых джунглей благодаря трем касаниям холста. Мастерски владея цветом, художник передает его тончайшие оттенки. Порой картины передают настоящее буйство красок. Таковы пейзажи, написанные на Бахиловой поляне осенью, в любимое время года художника. Андрей Мишагин – это очень живописец, очень калорийный. Его вот этот мазок, его подход к живописи очень оригинальный в том отношении, он чисто мешагинский. Он работает не просто с натурой, а он работает думая. И он выстраивает палитру свою, как ему это нужно. Но природа ему, конечно, помогает. Выставка «И восхищаюсь!» и «Любуй с непобедимой красотой» – плод работы 2014 года. Совсем свежие картины разбавляет давнее полотно, ставшее талисманом. Воробьиный куст принес не одну заслуженную награду на художественных конкурсах всероссийского и международного масштаба, хотя композиция появилась на свет по чистой случайности. Размер метр на 80. Он написан с маленького этюдика. Я когда его писал, было очень холодно, это было на Бахилово поле. Смотрю, просто красный вкус на сером домике. Я просто, думаю, так, потренируюсь, начал рисовать этот маленький кустик. Вдруг прилетает стая воробьев, зашуршало, зашумело. У меня сразу разжилась эта картина. В новом году художник планирует удивлять. Он пообещал внести новые акценты в свой авторский стиль. Татьяна Пецина, Игорь Лунев, программа «Утро губернии». В гостях у нас Айрат Усманович Гарфудзинов, президент Федерации авиамодельного спорта Самарской области. Доброе утро. Здравствуйте. Насколько популярен авиамодельный спорт в нашей губернии? В нашей губернии очень популярен. Дело в том, что наша сборная команда постоянно участвует во всех соревнованиях, всероссийских, международных, и занимает призовые места. В этом году член сборной России, мой сын Гарфудзинов Альберт, ездил в составе сборной России на чемпионат мира. И там заняли они третье командное место, чего не было со времен Советского Союза, еще с 90-х годов. Поэтому это большой успех нашей федерации, я считаю. И поэтому популярность нашего вида спорта в губернии растет. Наша самарская команда юношей и школьников постоянно занимает вторые, третьи и даже первые места на всероссийских соревнованиях. В этом году буквально ездили в Жуковске на первенство России среди учащихся. Наша команда заняла второе почетное место, оставив за собой Нижний Новгород, Челябинск. Чего не хватило до первого места, как вы думаете? Ну, немножко еще мастерства, опыта не хватило. Наверное, опыта, да. Все это же достигается, потому что команда всегда меняется. То есть они вырастают, дети из какой-то возрастной категории. Вот были чемпионами, потом за ними идут другие, надо их тоже как-то воспитать. Ну да, вроде бы только научили, а южеков. Да, вот такая ситуация. Но те спортсмены, которые стали чемпионами, допустим, среди юношей, среди учащихся, они становятся уже спортсменами. И вот очень рад, что с нашей губернии, с нашей области очень много спортсменов влились, вернее, юноши влились в сборную России по спортсменам уже. И там стали занимать призовые места. Ну это здорово. Стольятти такие, вот Копсов Максим, Страхов Антон. Они все на чемпионатах мира выступали и занимали там призовые места. То есть все начиналось, в принципе, с хобби, да? С детского увлечения переросло в профессию, да? Да, да, да. Вот видите, какие модели у нас запускают. Вот как раз Альберт, который занял у нас на чемпионате мира личное 11 место, а командное место они заняли третье в составе команды. Там в команде было три спортсмена, один юноша. Что же нужно сделать, чтобы начать заниматься авиамодельным спортом? Желание. Желание родителей и желание ребенка. А клубов много у нас? Клубов, вот, к сожалению, клубов было 45. Клубов в Самаре только было. Вот на данный момент в Самаре осталось пять клубов. Пять клубов всего. Пять клубов. Надо же. Но, тем не менее, вот наша федерация занимается, именно вот подтягивает эти все клубы, чтобы занимались уже более профессионально, как говорится, и подтягивали ребят вот таким результатом, чтобы занимать призовые места. Что у нас получается, кстати. Давайте прервемся буквально на секундочку на наш традиционный опрос. Почему люди не летают, как птицы? Ой, я бы полетела. Ну, можно же полететь. Есть самолеты, есть вертолеты, есть дельтапланы. Можно летать. А в мечтах всегда же летаешь. Вы бы видели некоторых людей, когда у них горят глаза. Можно сказать, что их полет, в общем-то, подобен птицам. То есть, я с вами не согласен. Некоторые люди летают, как птицы. Ну, рожденные ползать, наверное, летать не могут, поэтому... Потому что они перестали мечтать. Люди летают, но только недалеко. А больно быстро приземляются. Не надо людям летать. Пускай по земле ходят. И так на земле все подмусорили. Воздух мусорить не надо. Клинит. Так их Бог создал. С какого возраста лучше заниматься спортом авиамодельным? Ну, есть случаи, с 4 лет у нас занимались даже, допустим, особенно преподаватель, сын, допустим, есть, или дочь, когда они приходят вместе с родителями, начинают занимать. А так вот с 6-7 лет у нас приходят и занимаются. С большим удовольствием делают. Маленькие модельки сначала, пенопластовые, которые летают, загораются. Делаем мы для них соревнования. И после этого они уже начинают более серьезно самолеты делать, ходить. И которые ходят, мы их занять идут, мы не можем даже, занятия заканчиваются, не можем их. За уши, я торвешь, конечно. На самом деле так происходит. Потому что очень большой интерес, когда они сами сделают модель и запускают участие в соревнованиях. Это настолько увлекательно. И этим детям, на самом деле, некогда заниматься и думать о чем-нибудь таком нехорошем. Вот они, у них очень хорошие цели сразу появляются. Занять призовые места, получить там грамоты, подарки. Ну, конечно, стремление только вверх. Вот сколько лет, я сам уже занимаюсь более 25-30 лет уже вот этим делом с детьми. И вот ни одного плохого мальчика нету, который все вырастает хорошими людьми просто, с головой и с руками, которые востребованы везде. Сколько же вы за 30 лет сделали моделей, наверное, да, самолетов? Ну, модели-то, если честно, 30 с лишним, да. Ну, это своей, которая как раз по модели. Нет, а потом же я не занимаюсь постройкой, я занимаюсь именно воспитанием детей. Чтобы передать вот это мастерство детям, которые, в свою очередь, должны развить дальше вид спорта, чтобы он не заглох. А мне вот интересно, на соревнованиях, что самое главное, в чем там суть? Вот все приезжают со своими моделями. Как происходит? На всех соревнованиях критерий один – победить, выиграть. Есть же у каждого, в каждом классе есть свои определенные требования. В скоростном виде, допустим, больше скорость показывает. В гоночном старте там три модели сразу выступают. Кто вперед, кто кругов пролетит. А есть конкурс на самую красивую модель, например? Самая красивая – это, значит, модели копий, да. Модели копий, там их стендовая оценка есть именно на точность изготовления. А потом полет. Это очень красочный, конечно. Да, здорово. Ну, из каких материалов изготовления? А пилотажная модель – это там вот как фигурное катание делают комплекс фигур из 14 и 16 фигур. Судьи оценивают. То есть фигурное катание. Материалы самые различные, самые современные. От углепластиков до дерева такое, байза называется. Можешь слышать, такое легкое дерево можно бревно одной рукой поднять, как говорится. А вот из такого материала у нас мальчишки делают смолеты. То есть ребята сами с молотками, с квоздочками. Тем более сейчас уже мы применяем компьютерные технологии, там, проектирование, там, вырезаем на плотерах и прочих, лазерная резка. А, то есть 3D-модели? Да, все у нас уже возможно. То есть к этому мы стремимся, чтобы повысить интерес ребят, именно поднимая технический уровень. Они же теперь уже лобзиком пилить не хотят, как раньше лобзиком. Вот, а теперь 2-3 Нервюра выпилят, уже у них не хватает терпения. А вот, допустим, спроектировать и на компьютере нарезать, лазерная резка, допустим, потом собрать, это уже интересно для них будет. К настоящим большим самолетам вы как относитесь? Хорошо. Не баетесь летать? Абсолютно не. Интересно, дети, может быть, перерастают из-за увлечения авиамоделирования, да, там, авиаконструкторского. Может быть, действительно идут там в Сызранское училище дальше учиться или становятся пилотами. Был у вас такой пример? Да, да. У нас один вот друг моего сына, он тоже моделизмом занимался, сборной были. А потом он резко решил, пошел бортмехаником на Боинге сейчас летает. И вот постоянно фотографии присылают. И я очень рад за него, что он все-таки вот эту профессию выбрал. И буквально он на нам на соревнованиях прилетает, именно на самолете поучаствовать и прилетает. Да, здорово. Есть и военные летчики, и вот гражданские есть. А в основном это мирные профессии выбирают. Но они в любой профессии все востребованы. Здорово. Спасибо вам большое. Удачи вашим ученикам на соревнованиях международных и российских. И вот все дети, которые, родители, хотят, чтобы их дети стали такими грамотными, позитивными людьми. Пусть приходят в модельные кружки в нашей области. Классно. И мы придем. Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, наше воздушное судно готовится сесть на сцене театра «Самарт». Сейчас посмотрим сюжет Елены Шишкиной. Что в театре больше всего завораживает зрителя? Конечно, лихо закрученные перипетии в жизни героя. И бурный конфликт главных персонажей. Однако в новом спектакле театра «Самарта Манюни» отрицательных персонажей просто нет. А значит, нет и конфликта. Единственное, что заставляет нас, не отрываясь, следить за происходящим на сцене, это противоречие между бесконечным умилением чужими и собственными детскими воспоминаниями и такой же бесконечной тоской от осознания, что детство – это то прекрасное, чего мы лишились однажды и навсегда. В самое счастливое время практически не было у нас, ну проблем не было, потому что нас ограждали от этого родители, и какие-то проблемы, которые нам тогда казались важными, они на самом деле, ну это, вот сейчас мы над ними смеемся, то есть про это вся книга, и поэтому, и как бы этого, поскольку этого времени не будет больше никогда, поэтому у нас как бы и ностальгия, и сердце иногда зажимается. Она поймала Абгарян в своей книге вот это вот состояние, когда вроде бы весело-весело-весело, а на самом деле и тепло на душе, и грустно. Спектакль по пьесе современного автора и блогера Нарине Абганян – режиссерский дебют Дмитрия Добрякова. Актер недавно завершил режиссерское образование на курсе Анатолия Праудина и выбрал для постановки эту трогательную историю еще четыре года назад. Я здесь просто всех собрал, и каждый занимается своим делом. Я направляю в какую-то сторону. Ну, на самом деле, что-то я придумал. В основном замечательную музыку придумал, замечательный хореограф Паша Самохвалов, артисты, ну они, как бы они, у нас вообще хороший труп. У нас просто хорошие трупы, хорошие артисты. И в какой-то момент именно они собирают спектакль. Я думаю, это, я надеюсь, что это произойдет. Но я, по возможности, мешаю всему этому. Молодая актриса Марина Щетинина, хоть и переодетая во все аутентично советское, не знала того детства, в котором выросла автор пьесы. Но Марина уверена, что ее трогательная героиня будет чем-то близка зрителю любого возраста. Пионерского детства не было? Нет. И даже в октябрят не успели принять. Я пришла в школу, нам сказали, завтра мы вас принимаем в октябрят. Я пришла на следующий день, сказали, все, отменили. Работая над спектаклем, трупа полностью погрузилась в детские воспоминания, сравнивая собственный опыт с детством героини. Заглянув в свое прошлое, Марина обнаружила, что у них шалуни и манюни немало общего. Они все время были с какими-то последствиями, поэтому гордиться, наверное, не о чем. Но я помню, как я в детском саду сказала, что давайте поиграем в парикмахерскую, и я всем намыла голову песком. А потом у нас у всех завелись пши. Вот, кроме меня, потому что себе я голову песком не мыла. Но что бы ни творили дети, в жизни и на сцене под самой суровой реакцией взрослых кроется бесконечная и безусловная любовь. Я тоже так к своим детям отношусь. Я думаю, что то количество любви, которое мы получаем в детстве, мы больше никогда не получим. Ну, я думаю, надо для детей баловать, надо их любить. И спектакль, я думаю, и про этот тоже. Вам осталось решить, что такое манюня. Спектакль о детях и для детей или трогательная ностальгическая песня об утерянном рае детства. Елена Шишкина, Сергей Костин, «Утрогуберния». Надо быть ближе к звёздам. Гороскоп прямо сейчас. Ловин, сегодня у вас будет ровное приподнятое настроение, поэтому не стоит заниматься слишком серьёзными делами. Лучше посвятить день отдыху и развлечениям, но в пределах здравого смысла. Тельцы, чем больше нового вы сегодня для себя откроете, тем успешней пойдёт работа. Впитывайте в себя информацию, как губка, начиная с кулинарных рецептов и заканчивая полезными советами коллег. Близнецы, вы сегодня успеете отставить свою точку зрения в любых спорах, не потеряв при этом ни одной позиции. Главное — сохранить грань между интеллигентной дискуссией и крикливой перебранкой. Раки, сегодня пунктуальность, энергичные действия и инициативность принесут вам положительные эмоции и позволят достичь хороших результатов. Смело задавайтесь любой целью, только не забудьте составить детальный план. Лев, сегодня вам стоит обратить внимание на свой стиль общения. Аккуратно подбирайте слова, общайтесь вежливо и деликатно. Даже если вы уверены в своей правоте, не следует доказывать собственную точку зрения с пеной у рта. Девы, сегодня лучше побыть наедине с собой. Надеемся, вас никто не потревожит, и вы сможете заняться важным и крайне полезным для себя делом, результаты которого порадуют. Весы, рекомендуем сегодня не поддаваться на провокации недоброжелателей. Когда почувствуете, что вас сознательно стараются вывести из равновесия или больно задеть, просто улыбнитесь в ответ. Оппонент сам поймет всю бессмысленность своих действий. Скорпионы, сегодня важно обдумывать все поступки и ходы, связанные с личной жизнью. Будьте очень осторожны в выборе комплиментов. Одно неудачное слово может все испортить. Стрелец, этот день отлично подойдет для того, чтобы заняться чем-то непривычным. Если вы давно мечтали разводить голубей или заняться дайвингом, дерзайте. Удача на вашей стороне. Козероги, несмотря на сложности и хлопоты сегодняшнего дня, вы останетесь в отличном настроении и в гармонии с собой. Однако за новые проекты приниматься не стоит. Время еще не пришло. Водолей, сегодня постарайтесь держать себя в руках, контролируйте свои мысли и слова и не принимайте каждое высказанное суждение на свой счет. Рыбы, как ни странно, но сегодня вы будете необычайно чувствительны к замечаниям по поводу своих привычек. Постарайтесь сохранять психологическую устойчивость и не обижайтесь из-за пустяков. Друзья, наш незабываемый полет подошел к концу. Просим отстегнуть ремни безопасности. Да, ну и помните, что летать в облаках можно, оставаясь на земле, но только в меру. С вами сегодня были Александр Кондратьев, Виталия Пушникова. Увидимся завтра. Всем пока. Благодарим фитнес-клуб Киноп-велнос за помощь в проведении съемок. Редактор субтитров А.Семкин